Сейчас я покажу мой первый электровелосипед на солнечной тяге Мощный, резвый, а главное автономный Для этого я закреплю на багажнике мою мини солнечную электростанцию, которую я собирал в предыдущем видео Она вырабатывает сразу 220 вольт, то что мне нужно Это напряжение через регулируемый выключатель, который служит ручкой газа, подается на обычную болгарку Которая через вот такое вот самодельное сцепление прижимается к колесу Мне не терпится уже на нем проехаться Тут как раз ровный участок, сейчас попробую разогнаться Первый заезд показал довольно бодрый старт Но мы-то понимаем, что стартует она от аккумуляторов, которые встроены в эту панель Сейчас я думал проверить на дальний заезд Ездить на рыбалку, там примерно 10 километров И мы посмотрим, насколько разрядятся аккумуляторы Сколько энергии будет в солнечной панели Сейчас на них 12,1 вольта, что соответствует 90% заряда Солнце светит ярко, полдень, на небе не тучки Я сбрасываю трекер в навигаторе, чтобы точно знать, сколько мы проедем Поехали! Как мы видим, на горку тянет просто отлично А еду я специально в неэкономном режиме Газ выжимаю на всю и педалями не помогаю Жаль, только наши дороги не позволяют сильно разогнаться Кстати, болгарка чувствует себя отлично Щетки не стерлись Для лучшего сцепления заменил металлический валик резиновым сайлентблоком Теперь даже в дождь не буксует Во время езды немного нагревается выключатель Но это даже плюс, так как если руки замерзают, можно руку сразу в него греть Сама болгарка при этом тоже греется, но вполне нормально Не сильно, не перегревается Не забываем, что у нее внутри есть вентилятор, он продувает воздух Если ты учишься в школе в 9-11 классах И любишь физику, науку и электронику так же, как и мы Если ты хочешь попробовать свои силы в командных соревнованиях с другими школьниками Значит, тебе будет интересно принять участие во Всероссийской многопрофильной инженерной олимпиаде Олимпиада НТИ для тех, кто фантастику хочет сделать реальностью А также для тех, кто хочет 100 баллов к ЕГЭ Ссылку я оставлю в описании Приехал на рыбалку Вот это прикол, речка высохла Трещины настолько глубокие, что провалилось заднее колесо туда И солнечная батарея направилась как раз на солнце Странно, но несколько месяцев назад здесь была река И неплохо клевала рыба Ничего, поеду в другое место Обалдеть, как тянет! Классно! Аааа, это вообще круть! Сейчас сюда же расканю Эта солнечная панель выглядит громоздко Но на самом деле она легкая и во время езды практически не ощущается Тянет сейчас, конечно, вообще супер классно Утром просто было холодно, заморозок И тяга была немножечко не та Все-таки температура на эти китайские аккумуляторы влияет Но тут хоть вода есть За счет того, что мы тут кружляли Вышло не 10, а даже 11 километров до этого места Проверим, сколько заряда осталось Мы видим на нашем вольтметре 11,4 вольта А значит аккумулятор разрядился только на треть И подпитка солнцем во время езды эффективна У меня получился автономный и энергонезависимый электровелл На нем можно отправляться хоть в многодневный поход И не нужно искать розетку или бензин Я собрал первый пробный экземпляр И в дальнейшем его буду дорабатывать и всячески улучшать Почему же солнечный электротранспорт не распространен в наше время? Может потому, что солнечные элементы недостаточно эффективны? Но велосипеду не нужна большая мощность И все же, когда я подключил мотор от солнечных элементов Тяга была очень слабая Чтобы решить эту проблему Я встроил в солнечную панель небольшие аккумуляторы от повербанков Теперь, когда я нажимаю ручку газа В мотор идет энергия одновременно от солнечных панелей и от аккумуляторов Благодаря чему он развивает полную мощность Но как только я сбрасываю газ Аккумуляторы начинают заряжаться от энергии солнца Пополняя свой запас Благодаря этому не теряется ни один ватт солнечной энергии Все излишки скапливаются в аккумуляторах Даже сейчас, когда велосипед ожидает, пока я порыбачу Как показывает практика Мы не ездим непрерывно с утра до вечера Большую часть времени велосипед стоит Полностью заряжен и ожидает быстрой поездки В паспурную погоду аккумулятор может не зарядиться до конца Но у нас же велосипед Можно крутить педали Включаем мотор на небольшую мощность И доезжаем легче и быстрее, чем на обычном вело Ого, наконец-то добрался домой Обратый путь я не стал снимать Потому что уже темнело Я ехал только на моторе Мне хватило энергии, которая накопилась в аккумуляторах Сегодня днем от солнца Когда подъезжал к дому, они уже почти разрядились Это проявлялось так, что когда даю на всю газ Инвертор выключался, ему не хватало энергии Но я прикрутил чуть-чуть мощность Постал немножко на минус И супер! Выключаться инвертор перестал И я только на энергии аккумулятора доехал домой Заряжать аккумулятор я не буду Я просто ставлю велосипед на улице И утром, когда взойдет солнце, он сам зарядится Это первая модификация Здесь все еще сделано так грубо В дальнейшем я буду это дорабатывать Делать более компактную батарею для велосипеда Более емкими аккумуляторы Более мощный мотор Какие еще испытания устроить этому электровелосипеду? Пиши в комментариях А мы сделаем это!